То есть если мы говорим, что надпочечники уставшие, они у 95% людей сейчас уставшие, так что человек не высыпается, он постоянно уставший, у него постоянно нет энергии, потом панические атаки наступают, сон плохой, кошмары снятся. Надпочечники уже в очень плачевном состоянии, их нужно восстанавливать. Ну а что же надо делать тогда, чтобы не было слабости надпочечников? В первую очередь перестать употреблять кофеин и другие стимуляторы. Кофеин является на первом месте, это препарат, вещество, точнее, вещество, которое содержится в кофе, в чае, в зеленом чае, в черном чае. В зависимости от вида чая концентрация может быть больше, чем в самом кофе. Чтобы вот вы понимали, что чашка кофе свежего такого сваренного, например, какого-то капучино, на одну порцию где-то содержится от 100 до 130 миллиграмм кофеина. В зеленом чае может содержаться от 50 до 250 миллиграмм на чашку. То есть в зависимости от того, что конкретно мы употребляем, будет разная концентрация кофеина. И кофеин как раз-таки очень сильно влияет на надпочечники. Он заставляет их работать в форсированном режиме, он стимулирует наш организм. Поэтому, чтобы надпочечники отдохнули и восстановились, нужно перестать их стимулировать постоянно. Вбрасывать постоянно дрова в топку, дать им отдохнуть, выспаться, восстановиться, начать пить воду, пить поддерживающие травы для здоровья организма. Вот у меня закрытая группа есть, мы как раз-таки там разбираем эти инструменты, то есть подбираем травы конкретно для каждого человека, которые помогут ему, например, быстрее восстановить работу внутренних органов и желез. Потому что надпочечники – это один из органов эндокринной гормональной системы, который управляет нашим организмом. То есть есть и другие, есть щитовидная железа, парощитовидная железа, гипофиз и так далее. И вот эти железы, они управляют от их здоровья, зависит здоровье и уровень энергии, внутренней витальной энергии всего организма. То есть если мы говорим, что надпочечники уставшие, они у 95% людей сейчас уставшие, то есть это вот синдром уставших надпочечников, когда они не могут выделять достаточно гормонов. То есть их так застимулировали различными компонентами, что человек не высыпается, он постоянно уставший, у него постоянно нет энергии, и их нужно реанимировать. А чтобы их реанимировать, им нужно просто дать отдохнуть, перестать их подстегивать. И это, кстати, даже не только работа с питанием, но это и спорт, и сон, и мышление. Потому что очень часто в современном мире вот то, что человек называет стрессом. А как же стресс? Многих говорят. Ну так стресс – это и есть как раз-таки мысленная стимуляция своих надпочечников. Вы начинаете переживать и заставляете надпочечники выделять стрессовые гормоны в кровь. То есть если мы перестанем и начнем правильно мыслить относительно проблем, то есть воспринимая как проблемы, не как проблемы, а как задачи, тогда и надпочечники не будут работать в таком форсированном режиме, вызывая стресс. И, кстати, вот многие говорят, да, там потом панические атаки наступают, сон плохой, кошмары снятся. Это как раз-таки говорит о том, что надпочечники уже в очень плачевном состоянии, их нужно восстанавливать. То есть они уже просто сдали, и поэтому начинаются такие какие-то очень серьезные изменения. Человек может даже страх постоянно испытывать, какую-то тревожность, такую опасность. Интересно, как, в принципе, люди приходят к этому вопросу, просыпаешься с утра и думаешь, что-то у меня ослабые надпочечники, надо бы их подтянуть. Но я услышал в твоем ответе, что если человек... Ну, вряд ли кто-то кого-то заботит вообще о слабые надпочечники или нет. Мы же думаем форматом проявления этого аспекта. Ну, вот как ты перечислил, что, например, плохой сон или стресс, или повышенная тревожность. То есть это может говорить о том, что надпочечники ослабли. Здесь, наверное, стоит тоже сказать, что дело не в самих ослабших надпочечниках, а что это дает в дальнейшем. Да, ты сейчас говоришь о симптомах проявления, как это в жизни проявляется. А фундаментально, что за этим стоит, это вот как раз-таки ослабшие органы внутренней железы. Не только надпочечники, но они в первую очередь. Потому что они очень многие функции выполняют. Гуляю тут по лесу. Друзья, решил вам напомнить о своем телеграм-канале, если вы еще не знаете. Есть у меня телеграм-канал, в котором я делюсь очень крутыми инструментами о том, как всегда быть в ресурсном состоянии, как иметь много энергии, как улучшать свое здоровье. Поэтому обязательно подписывайтесь на него. Ссылку найдете в описании к данному видео. Также я показываю, как мы там выращиваем продукты, что я делаю каждый день. В общем, много для себя возьмете интересного. Переходите, всех жду.